Давай, 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 давай! Здесь у нас победы! На протяжении 15 лет проходит соревнование «Горкинская лыжня». И несмотря на то, что в них традиционно принимают активное участие спортивные клубы Московской области, организаторы отмечают, что добрую дружескую атмосферу здесь прежде всего создают те, кто участвует в этом празднике спорта не ради наград. Есть и люди, которые просто пришли поучаствовать, да, как популяризация здорового образа жизни. И просто ощутить эту атмосферу праздничную. Что, в принципе, очень радует, что не только такие вот прям спортсмены настоящие, но и любители, которые приходят именно за получение такого удовольствия, да, в такой прекрасный день. В этот раз в «Горкинской лыжне» приняли участие более 300 человек со всей Московской области. Они разыграли 20 комплектов наград. Демократичность соревнований, большое количество возрастных категорий – это еще и хорошая возможность для начинающих спортсменов потренироваться в боевом режиме. Принимал участие в областных соревнованиях города Красногорск, Химки. Результаты, ну, оставаюсь желать лучшего, конечно, 50-й, но не отчаиваюсь и работаю дальше. 11-летняя Василиса Кузнецова с папой Кириллом Валерьевичем приехала на соревнования из Домодедова. Лыжами Василиса занимается уже более пяти лет, но в заездах отважилась принять участие в первый раз. И сразу победа. Если честно, то я думала, что я не займу никакое место, но почему-то мне повезло и у меня все получилось. Я сам не профессионал, я любитель, просто лыжи нравится и все. Ну и так потихоньку, потихоньку записал ее в секцию. Сначала один тренер был, сейчас другой тренер. Ну, так будет, наверное, туда и к тому, и к другому, надеюсь, ходить. Ну, вроде нравится. Вот сегодня первое место первый раз заняла. Трасса устроена так, что на ней комфортно соревноваться и малышам, и людям в возрасте. Самой старшей спортсменкой, вышедшей на старт, стала 80-летняя Светлана Александровна Плинер. Как выясняется, лыжи всегда были неотъемлемой частью ее жизни. Я очень люблю на лыжах. А, со скольки лет катаетесь? Конечно же, у нас есть работы с детства. Но потом перешла на горные лыжи. На горные лыжи? Конечно. Сейчас вы катаетесь на горных лыжах. Сейчас нет, но всю жизнь на горных лыжах. Во всех горах Европы. Один из участников, Роман Ульянов, на время стал оператором телеканала «Видное ТВ». Благодаря ему мы смогли получить эти захватывающие кадры борьбы от первого лица. К тому же камера оказалась хорошим талисманом. Роман завоевал первое место, чем порадовал в том числе и маму. Ну, было достаточно легко, потому что лыжи ехали хорошо. Занимался хоккеем три года, потом сам перешел на лыжи. И очень отлично у него получается. Хорошо старается, очень хорошая физическая подготовка. Но кроме лыж еще тоже много других увлечений. Несмотря на то, что горкинская лыжня уже имеет немало традиций, накопленных за 15-летнюю историю, организаторы уверены, всегда есть, что улучшить. И в этом году часть планов была воплощена в жизнь. Первое, и самое главное, и самое волнительное, это онлайн-регистрация. Нам пришлось ее остановить за два дня до старта, потому что было очень много желающих. И мы очень рады этому. Но она показала, что удобнее, потому что нет очередей на регистрации здесь, и все быстрее гораздо проходит. А также мы в этом году благодарны. У нас появились спонсоры, которые накормили, напоили, подарки выделили нашим замечательным участникам. Среди организаторов соревнований досуговый центр юности. Его специалисты заявили горкинскую лыжню на участие во всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре», который проводится при поддержке Минспорта России. Будем надеяться, что жюри по достоинству оценит этот спортивный праздник. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Ольга Садовская, Видное ТВ.